Продолжение следует... Но как объяснить рассказ о слышенном хорале или караульном, видевшем за дверью гроб со свечами? Столь ярко выраженные обманы чувств не объясняются одним тем, что свидетели могли быть соеверны. Если с их стороны не было обмана, не остается ничего другого, как допустить, что мистические факты действительно существуют. Тем более, что часто сообщаются такие подробности, предсказать которые на удачу невозможно. Вот еще два примера. Первый из них был напечатан в Тайм со 2 декабря 1852 года и констатировал судебным порядком. Брат утонувшего человека предсказал, в каком именно месте найдется его труп около слюза в Оксенхоле, и что когда его найдут, мимо будет плыть форель. Все это оказалось верным. Другой случай сообщен мне, моей матерью. В ее родной деревне был работник, предсказавший пожар соседнего села и точно определивший, где он начнется и где прекратится. Некоторые рассудительные люди сразу решили, что брат утонувший, вероятно, сам его утопил. А подробность о фореле, которая будет плыть мимо трупа, угадал случайно. Та же, как и работник, на удачу предсказавший, до которых пор распространится пожар, виновником которого, конечно, был никто иной, как он сам. Один путешественник показал нескольким камерунцам фотографии, снятые им с одного из них. Пораженной верности изображения, они пришли к заключению, что фотограф колдун. Неужели мы сошли бы умнее того, кто, желая просветить их, стал бы уверять, что сходство между фотографией и оригиналом не более как простая случайность, и что на самом деле между ними нет никакого отношения. Ведь говоря о колдовстве, камерунцы все-таки подразумевали причинную связь, хотя и непонятную для них. Гёте в письме к Эккерману выражается так «Мы все живем среди тайн и чудес. Нас окружает особая атмосфера, о которой мы знаем лишь то, что между нашей духовной жизнью и ею есть какая-то связь. Бывают такие состояния, когда душа наша как бы переступала границы тела, получают способность предчувствовать, иногда даже и предвидеть ближайшее будущее. Такая вера в чудесный не обскорантизм, а напротив, наступление дневного света после ночной тьмы. Это знал еще Аристотель, говоривший, что чувство удивления перед таинственными явлениями природы должно лежать в основании философии и всякого познания. Физиологи и психологи имеют, конечно, полное право отнести случаи второго зрения к галлюцинациям, но они не должны думать, что этим все сказано. О причинах подобных галлюцинаций у людей здоровых телом и духом мы еще до сих пор ничего не знаем. Нельзя не задаться вопросом, почему именно шотландцы и висфальцы наиболее способны ко второму зрению. Было бы несправедливо полагать, что они дают наибольший процент людей, не образованных и неразвитых. В Шотландии имела таких выдающихся мыслителей, как Дэвид Юмс, Адам Смит и Томас Рид, творец философии здравого смысла. Висфальцы при всей своей чистой германской несообщительности и мечтательности не лишены твердой воли и практической сметки, в чем можно убедиться проща Обергов и Мермана или патриотической фантазии Юстуса Мезера, где тип висфальского крестьяна прекрасно обрисован. Весьма возможно, что загадочная способность этих народностей обуславливается их образом жизни. То, что сказал о них Тацит в своей Германии, справедливее до сих пор. Они любят селиться в одиночку, без источников полей и рощ. Дома в их селах разбросаны на больших расстояниях один от другого. Это указывает на склонность к сосредоточенности в самих себя и к непосредственному общению с природой. Вспомним, что почти все пророки вышли из такой среды, где преобладала простая жизнь на лоне природы, как, например, у пастушеских племен семитов. И мы убедимся, что это обстоятельство имеет важное значение. Может быть, здесь играет та же роль и местность, в которой они живут. В своем сочинении о духовидении Шопенгар допускает, что видение призраков может быть связано с определенными местностями. Объективность мистических явлений не доказывается еще, правда, тем, что они могут быть воспринимаемы несколькими лицами одновременно. Но это дает повод думать, что они имеют свойство сообщать от одного лица другим. Вот что говорит Гёте в Варгайт он Дихтинг о своем деде текстуре, одаренном вторым зрением. Замечательно, что когда лица, лишенные этой мистической способности, находились около него, для них на мгновение становилось так же возможным предчувствовать, например, болезнь или смерть людей, находящихся далеко. Нет ничего невероятного в предположении, что физическая близость играет здесь такую же роль, как при передаче мысли. Во всяком случае, весьма желательно, чтобы изучающим гипнотизм и сомнамбулизм, явления аналогичные со вторым зрением, удалось выяснить физиологические условия, при которых последнее может быть наблюдаемо. Второе зрение у животных. Широко распространено мнение, что некоторые животные, в особенности лошади и собаки, одарены вторым зрением. О собаке, например, народ говорит, что когда она беспричинно воет, упорно смотря в одну сторону, это верная примета, что она видит нечто, чего люди не видят. В юности мне часто рассказывали, что перед смертью нашего соседа-пастора, охотящей собаки моего деда, каждый день поднимали страшный вой, смотря по направлению пастората. Когда же умер пастор, они немедленно успокоились. По-народному поверью, когда в доме кто-нибудь должен умереть, лошади беспрестанно потряхивают ушами. В подтверждение того, что лошади иногда ведут себя очень странно, приведу пример, свидетелем которого был сам в годы моего отрочества. На одной из улиц моего родного города я увидел однажды двух лошадей, запряженных в пустую под воду. Они вдруг неизвестно почему остановились перед каким-то домом, и никакие понукания не могли сдвинуть их с места. Кругом не было ничего такого, что могло бы их испугать, и извозчик говорил, что они уже, он несколько раз в тот день беспрепятственно проезжали это место. Принуждены были их отпрячь и провести по параллельной улице, обогнув дом, у которого они встали. Услуживая и прохожие тем временем провезли под воду немного дальше, и когда лошади снова впрягли, они, как ни в чем не бывало, продолжали свой путь. Я рассказал о виденном своим домашним, и помню замечание бывшей при этом соседки, что, вероятно, в доме, о котором шла речь, скоро будет покойник, и что лошади, может быть, видели погребальную процессию, мешавшую им двигаться вперед. Действительно, в непродолжительном времени в этом доме умерла женщина, которую знала моя мать. Это, однако, ничуть не поколебало безграничного скептицизма, с которым я в то время относился к подобным вопросам. Достойно та же внимания существующая в народе поверье, что видение животного передается тому, кто посмотрит поверх его ушей, точно та же, как передается и от человека через прикосновение или, если смотреть ему через плечо. Признавая трансцендентальный способ познания у человека, нет основания отрицать его в известной степени и у животных. Возможно даже, что отсутствие нашего рефлекторного самосознания делает последних способными воспринимать такие впечатления, которые обыкновенно для человека остаются сверхчувственными. Многие обыденные, но понятные для нас проявления инстинкта у животных подтверждают это предположение. Так, у Фукиди мы находим сведения, что во время чумы в Аттике в 430 и следующем году до Рождества Христова птицы, питающиеся мертвыми телами, не только не прикасались к трупам, но совсем покинули зараженный город. О том же упоминает и Ливий, передавая подробности о чуме, бывшей в 124 году до Рождества Христова в Риме. У моряков замечено также, что крыса обыкновенно исчезает с корабля, которому предстоит гибель. Подобные факты собраны профессором Максимилианом Перти в его книге «Психическая жизнь животных». К сожалению, этому материалу недостаёт критической проверки. Ретроспективное второе зрение. Было бы весьма странно, если бы способность, присущая, как мы видели, не только человеку, но и животному, изредка отрешаться от обычных понятий о времени, проявлялась только по отношению к грядущим событиям. Между тем, случаи ретроспективного, то есть относящегося к прошедшему, второго зрения, были мне почти неизвестны, пока я не ознакомился с замечательным софинением Шопенгауэра о духовидении, в котором он объясняет разбираемые явления именно ретроспективным вторым зрением. Два подобных случая из жизни Сведенборга, сообщённых Кантом, не сомневавшимся в их достоверности. Между тем, его уже никак нельзя упрекнуть в недостатке критического взгляда на вещи. Два подобных случая рассказывают. От госпожи Мартвель, вдовы голландского посланника при шведском дворе, требовали уплаты денег за серебряный сервиз, заказанный её покойным мужем. Она была убеждена, что муж, отличавшийся аккуратностью в денежных делах, уплатил этот долг, но расписки не могла представить. Не желая понапрасну платить значительные суммы, она просила Сведенборга, как человека, сообщающегося с душами умерших, спросить её покойного мужа об этих деньгах. Через три дня он пришёл к ней с известием, что деньги, о которых шла речь, муж её уплатил за семь месяцев до смерти и положил расписку в шкаф, стоящий в верхнем этаже. Госпожа Мартвель возразила, что из этого шкафа всё вынули, никакой расписки не нашли. На это Сведенборг ответил, что, выдвинув левый ящик этого шкафа и находящуюся под ним доску, она, по словам мужа, найдёт потайной ящик, где он хранил свою голландскую корреспонденцию, куда, между прочим, положил и требуемую расписку. Этот потайной ящик, о существовании которого госпожа Мартвель не подозревала, действительно был найден, а та же и расписка. Произошло это в присутствии многочисленных гостей, бывших в то время в её дому. Ниже следующие случаи ретроспективного второго зрения проверены мной самим и не менее хорошо обоснованы, чем многие факты, на основании которых в моей юридической практике на обвиняемых налагались тяжкие наказания. В 1830 году в Геттингене умерла жена тамошнего библиотекаря Рейса, очень умная и правдивая женщина. За несколько недель до своей скоропостижной смерти ей раз ночью не спалось, и она по своему обыкновению читала в постели. Книга о писании какого-то путешествия уже никак не могла навести её мысли на привидение. Однако она вдруг увидела около своей кровати незнакомую бледную женщину маленького роста в бархатном платье старого французского покроя. Госпожа Рейс в испуге приподнялась на постели, и привидение исчезло. В ту же минуту собака, помещавшаяся как раз под спальней, жалобно завыла. В случае этот, назовём ли мы его физиологической галлюцинацией или какими-либо иначе, был единственным в жизни госпожи Рейс, особо скептической в религиозном отношении и не верившей в бессмертие души. На другое утро она сообщила о своём видении брата, а он впоследствии неоднократно рассказывал о нём своим домашним. Так как местным действием здесь был очень старый дом, имевший длинный ряд обитателей, есть основания объяснить этот случай ретроспективным вторым зрением. Им подтверждается также мистическое убеждение, существующее с незапамятных времён, что часто близость смерти делает человека способным к восприятию сверхчувственных впечатлений. Следующий факт убедительный именно по своей простоте рассказан мне тремя сёстрами, живущими вместе в Ганавере. Как-то они, все три, вышли утром из дому. Час спустя одна из них, Клара, первая возвращалась домой и, подходя к воротам, увидела входивших туда двух своих подруг-сестёр. У Клары хорошее зрение, и к тому же эти две особо находились в таком близком расстоянии, что нельзя было ошибиться. Обрадованная посещением, Клара спешит домой, но там, к изумлению своему, узнаёт, что гости приходили три четверти часа тому назад, вскоре после ухода хозяек из дому. И сейчас же ушли, пожалев, что не застали их. Клара в тот же день отправилась к ним и там узнала, во-первых, что горничная сказала правду относительно времени их посещения, во-вторых, что не застав никого дома, они прямо отправились домой и больше в доме сестёр не приходили. И, наконец, в-третьих, что они были тогда одеты совершенно так, как описала их Клара. Оставлять подобные загадочные факты совершенно без объяснений значило бы давать скептикам право их игнорировать. Кроме того, уже для успешного собирания этих фактов необходимо выработать в себе относительно их какую-нибудь теорию в ожидании того времени, когда будет найден ключ для научного их объяснения. Поэтому я считаю не лишним изложить в нескольких словах соображения, которыми я сам руководствовался в своих экскурсиях. Тот, кто не желает, подобно недальновидным скептикам, относить разбираемые здесь мистические явления в область вымысла, должен прежде всего отказаться от наивного реалистического взгляда на время и пространство. Тому и другому следует придавать не абсолютное, а лишь относительное значение. Не нужно даже знакомство с трансцендентальной философией о бессмертиише имя Канта, чтобы убедиться в том, что наше представление о времени находится в зависимости от положения, занимаемого нами в пространстве. В истории развития Вселенной Дюпрель напоминает нам о том, что звездное небо на самом деле не таково, каким оно представляется нам. Лучи отдаленных звезд доходят до нас, как известно, лишь через миллионы лет, следовательно, мы наблюдаем не настоящее, а давно прошедшее состояние этих светил. Только для такого существа, которое могло бы находиться одновременно во всех частях пространства, не было бы никакого различия между настоящим, прошедшим и будущим. Оно было бы не только вездесущим, но вместе с тем и вечным во времени. Известный физиолог и философ Хехнер весьма талантливо доказывает, что если всякая энергия сохраняется, то и дух человека никогда не утращивает своей индивидуальности. Каждое движение, волевой акт напоминает падение в воду камня, от которого до самых берегов распространяются круги. В безбрежном пространстве, какова Вселенная, ничто не помешало бы этим кругам распространяться до бесконечности. Этим объясняется, почему с лицом, находящимся в сомном булическом состоянии, происходит то же, что и с наблюдателем звездного неба, то есть почему при перемещении психофизической границы сознания, сопровождающим сомном булизм, прошедшее или будущее также может представиться настоящим. Несомненно, что второе зрение проявляется только при особом физиологическом состоянии видящего. Но кроме этого физиологического условия нужен еще особого рода импульс, чтобы вызвать мистическую способность к действию. Соглашаюсь с мнением Шопенгауэра, что местность играет некоторую роль в подобных случаях, я далек, однако, от того, чтобы искать в ней ближайшую побудительную причину явления. В каждой части пространства находится, по всей вероятности, множество отголосков прежних событий и жизней. Почему же в данной минуте именно тот, а не другой доходит до состояния человека, для которого при обычных условиях весь этот мир теней вовсе не существует? Выяснить это будет во многих случаях весьма трудно. Замечательные случаи двойного зрения Парижская газета Фидера 12 декабря 1885 года сообщает об одном странном случае двойного зрения, как называет она явление, испытанное господином Мизюль, одним из профессоров Парижской консерватории, и им самим рассказанное. У господина Мизюль был близкий друг Энн, задумавший купить небольшое поместье около Милена. Друг этот простился с ним, отправляясь туда в дилижансе для совершения купчей крепости. Случилось это летом 1799 года. В ночь, последовавшую за его отъездом, Мизюль проснулся, когда на ближней церкви пробило два часа, и вдруг увидал в ногах своей кровати друга своего, стоящим как бы в тени, набрасываем на него подозрительного вида горбуном с пучком веревок в руках. Странное видение это так взволновало Мизюль, что он не мог уже заснуть, и встал очень рано. После нескольких дней напрасных справок о путешественнике, ему наконец сказали в полицейском управлении, что Энн взял место в Миленском дилижансе одновременно с другим лицом, но ни тот, ни другой до места назначения не доехали. И кондуктор не видал, где и как они вышли из экипажа, что производится в следствии и прочее. Прошло пять лет. Профессор Мизюль сделался известным композитором. Генерал Наполеон Бонапарт произвел себя в императоры. А Мизюль в свои капельмейстеры и странное видение было им отчасти забыто, отодвинувшись в давно минувшее. Однажды во время коронационных праздников Мизюль стоял в толпе возле иллюминованного фонтана и вдруг почувствовал себя в кармане руку, крепко схватив ее, он закричал «Вор!» и передал его подоспешивому полицейскому. На тот взглянул на пойманного карманника, он к великому своему удивлению узнал в нем памятный ему образ, сопровождавший в видении его друга, пропавшего пять лет тому назад. Мизюль пошел домой под странным впечатлением, спал он очень мало, проснулся при звуке двух часов, пробивших на колокольне той же церкви, и опять увидел фигуру своего друга. Это побудило его отправиться на следующее утро к полицейскому комиссару, которому он рассказал обо своей видения, обращая его внимание на возможность какой-нибудь связи между пойманным вором и исчезновением его друга, господина Н. «Не будь я капельмейстером императора, прибавляет Медюль. Очень вероятно, что комиссар только бы насмеялся надо мною, но тут он обещал навестить тщательные справки о прошедшем вора». Его посадили в одиночное заключение и подвергли допросу следственного судья, результатом которого было его полное сознание. Из этого сознания оказалось, что в 1799 году Горбун был портным и услыхал случайно от коммердинера, что господин его отправляется в дилижансе в Милен для покупки там поместья. Тогда портной решил попытаться завладеть его деньгами, для чего отправился с ним вместе в Милен. Ему удалось поместиться во внутреннем отделении дилижанса вдвоем с господином Н. Вскоре он притворился спящим, а когда убедился, что он действительно уснул, то задушил его, набросив ему на шею петлю из припасенной им заранее веревки. Завладел затем портфелем убитого, он выбросил тело из экипажа и выпрыгнул сам, очень удачно скрыл его, зарыв в лесу. Все это удалось ему исполнить незаметно, пользуясь темнотой, пока они ехали лесом, стуком колес по неровной дороге и громким пением сидевшего рядом с кондуктором пассажира. По указаниям убийцы, тело Н. было найдено зарытым под деревом, а виновным, согласно французским законам, подвергнут смертной казни. Предупреждение о смерти в Житомире жена доктора Н. была долго и серьезно больна. На выздоровление не было никакой надежды. Слабость ее дошла до того, что она не могла говорить, не могла поднять руки, чтобы звонком позвать прислугу. Однажды в отсутствии мужа прислуга услышала у барышни в комнате резкий звонок. Пришла туда и крайне удивилась, застав ее одетой, сидящей на кровати. Больная приказала служанке идти за ней в другую комнату, отперла сундук с платьем и бельем, перебрала все вещи, отложила сверху, что нужно, и сказала, все отложенное следует надеть на нее, когда она умрет. На заявление служанке, что барыня, слава богу, начала поправляться и, конечно, выздоравливает, больная рассказала следующее. Она не спала, когда в комнату вошла женщина, одетая во все белое платье, попросила не беспокоиться, не бояться и заявила, что она пришла предупредить ее о скорой ее смерти и советовала приготовить нужное одеяние. При этом строго запретила говорить о виденном мужу, предупреждая о дурных последствиях. Затем женщина исчезла. После этого больная почувствовала в себе настолько силы, что могла встать, одеться и позвать прислугу. Рассказав это и запретив прислуги говорить об этом случае мужу, больная возвратилась в свою комнату, разделась, легла и опять сделалась так же слабо, как и была до видения. На другой день она умерла. Когда нужно было одеть покойность, эта служанка сказала мужу, что барыня сама все приготовила и указала, где что лежит. По этому случаю служанка и рассказала о предсмертном видении умершей. Выдающиеся случаи видения будущего. Николай Никифорович Мурзакевич, магистр Московского университета, известный одесский археолог, был очень дружен с Михаилом Михайловичем Кирьяковым, воспитанником также Московского университета, известным деятелем новороссийским. Кирьяков за ним мог опасно в 1835 году, а Мурзакевичу надо было ехать в Ростов по делам службы, разбирать архив. Он поехал. Однажды случилось ему обедать там, в веселом обществе. После обеда вдруг напала на него тоска, и он ушел прогуляться в саду. Слезы полились у него невольно, из глаз оглянулся и увидел погребальную процессию по аллее. Через несколько времени он получает известие об отчаянном положении своего друга, спешит в Одессу, и на четвертый день приезжает туда из Ростова. Кирьяков жил на даче, дом находился в саду далеко от ворот, за многими дорожками. Мурзакевич подъехал тихо, вышел из экипажа и пошел пешком, остановился на дороге собраться с духом. Кирьяков в эту минуту говорит с сестрам, его окружавшим. — Мурзакевич приехал. — Нет, — отвечают они ему, — не приезжал. — Приехал, — повторяет он, и через пять минут входит действительно Мурзакевич, к удивлению всех присутствовавших, которые рассказали ему после о слышенном от больного. Кирьяков вскоре скончался. Тело было вынесено через сад, и Мурзакевич увидел здесь аллею и ту процессию, которая представилась его воображению за несколько дней. Отец Кошелева, племянник графа Мусина Пушкина, бывшего послом в Лондоне, привез к своему дяде детеши. Возвратясь от него на свою квартиру, в первую ночь он видит во сне, что его зовут к послу. Он идет и встречается словами. — Ну, брат, отдыхать тебе некогда, должен отправиться ты назад в Париж с моими ответами. Он видит, что приезжает в Дувр, но ни один корабль не пускается оттуда в море, которая сильно взволновалась. Отыскался, однако, капитан, который обещался доставить его в Кале. Они отправились в противный, ветер не унимался, ломается мачта, и корабль подвергается опасности. В эту минуту его будет и зовут, действительно, к послу, который встречает его именно словами, слышанными во сне. Далее произошло все именно так, как он видел во сне. Он отправляется из Дувра во время бури, корабль подвергается опасности, мачта была точно сломана, но, наконец, они достигают берега. Прослужив пять выборов к титрам при церкви Святой Троицы, что в капельках, пишет Евреинов, оставил я эту службу, потому что переселился в свою подмосковную, где, прожив довольно долго, возвратился в Москву. Поприездив в свой дом, спрашивал оставшихся в доме людей, нет ли чего нового. Мне отвечали, что нового ничего нет, кроме того, что на днях схоронили Татьяну Сергеевну. Я спросил, кто такая Татьяна Сергеевна, и мне отвечали, бывшая при церкви Просверня, о которой я совсем забыл. Но при этих словах вспомнил я сон, который в ту ночь перед тем видел, будто я вхожу в эту самую церковь, при которой служил, и обратил взгляд на то самое место, где я обыкновенно стоял, где неподалеку от меня становилось и вышеупомянутая Просверня. На ее месте стоит женщина, смуглая и очень высокого роста. Тогда я спросил, что это за женщина, которая тут стоит, и мне отвечали, что это новая Просверня. Когда мне сказали об умершей, я точно вспомнил виденный мной сон, и чтобы проверить этот сон, на другой же день отправился в ту же церковь. И каково же было мое удивление, когда я увидел на том же самом месте стоящую ту самую женщину, какую я видел во сне, и которой прежде никогда не видывал. Погодин. Простая речь о мудреных вещах. Издание 1884 года, страница 139. Когда я был еще архимандритом до 1865 года, рассказывал епископ Порфирий Успенский, меня в Александровской лавре посетил князь Петр Андреевич Вязинский, и, между прочим, рассказал мне следующий необычайный случай с ним. Я в молодости своей не верил ни в Бога, ни в бытие души, ни в загробную жизнь, и даже частенько насмехался над религией, над служителями ее. А теперь я верю и молюсь. Такой переворот к лучшему совершился во мне по следующему неисповедимому случаю. Однажды я ночью возвращался в свою квартиру на Невском проспекте, у Анечкова моста, и увидел яркий свет в окнах своего кабинета. Не зная, отчего он тут, вхожу в дом и спрашиваю своего слугу, кто в моем кабинете. Слуга сказал мне, там нет никого, и подал мне ключ от этой комнаты. Я в оперкабинет вошел туда и увидел, что в глубине этой комнаты сидит задом ко мне какой-то человек и что-то пишет. Я подошел к нему и, за плеча его прочитав, написанное громко крикнул, схватился за грудь свою и упал без чувств. Когда же очнулся, уже не видел писавшего, и написанное им взял. Вкрыло до сей пор, до сей поры таю, а перед смертью прикажу положить со мной в гроб и могилу эту тайну мою. Кажется, я видел себя самого пишущего. После этого видения я сделался верующим. Чудное видение. Объясняя его, как умею, князь Вязинский был поэт. Душа его в глубокой сущности своей, как, сдается, была лучше, чище и светлее его ума, помрачена вольтерианством. И вот она, желая освободить от этого мрака и спастись для вечной жизни силой своей, сотворила то, что сотворила. Воспроизвела в глазах князя освящение его кабинета, а из всего тела его истощило электромагнетизм, и из него создала не тень, а неосезаемый автомат, который волей же ее мог писать то, что писал. Князь увидел это писание или грозное, облечительное и устрашающее, или призывающее к раскаянию. И изумленный им и самым видением, и ослабленный вышедшим из него током электромагнетизма, упал без чувств. Но когда этот ток возвратился в него, очнулся, раскаялся и сделался благочестивым христианином. Епископ Порфирио Успенского. Епископ Карлайль рассказывал следующее, сообщившим мне о ниже следующем факте бывший студент Кембриджского университета. Несколько лет тому назад уговорился с товарищем встретиться в известное время в Кембридже, чтобы вместе заниматься. Незаврога до назначенного свидания этот студент был на юге Англии. Проснувшись ночью, он увидел, как ему казалось друга своего, сидящего в ногах у его кровати. Он очень удивился при первом взгляде, тем более, что его друг промок насквозь. Он заговорил, но привидение, оно таким казалось, только качало головой и исчезло. Это явление отсутствующего друга повторилось еще раз в течение ночи. Вскоре были наведены справки, и оказалось, что незаврога до явления, виденном молодым студентом, вдруг его потонул во время купания. Узнав, что этот случай был рассказан епископу-архидиаконом Фарлером, мы обратились к нему и получили следующее сообщение от 9 января 1884 года. Факт моего видения был рассказан мной на следующее же утро, за завтраком моему воспитателю, господину Джона Кемпе, его жене и семейству. Это было за несколько дней до получения мной известия о смерти друга. Господин и госпожа Кемпе умерли, но, может быть, его члены, их семейство помнит случай, хотя в то время все еще были детьми. Я жил в Лонг-Аштон, в Сомершайре. Друг умер в Кенте. Так как явление меня не испугало, то я скорее считал его необычайным сном. Это видение явилось мне 2 или 3 сентября 1878 года, но со мной нет записной книжки, чтобы удостовериться в этом. Явление повторилось около 17-го числа. Это был единственный случай такого рода в течение всей моей жизни. Я никогда не испытывал никаких галлюцинаций чувств. Фарглер. Мы получили следующий рассказ от Джона Саймонса. Я был учеником 6-го класса в Геррау, будучи старшим в доме господина Риндаля. Я занимал особенную комнату.